Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь. Города великой страны. У микрофона обозреватель Светлана Разина. Переходим к новой теме. Отдых в Крыму с программами по реабилитации COVID-19 стал лидером продаж первого месяца 2021 года. Доля таких программ составила около 40%, а спрос на Крым в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в полтора раза. Туристы чаще всего бронируют путевки на февраль и март. Впервые наметился тренд на популярность в межсезонье не только южного берега Крыма, но и западного берега Евпатории и Сакия. Мы знаем, что здесь сосредоточены в основном лечебные курорты. Мы сегодня обсудим, как восстанавливаться после перенесенной инфекции COVID-19 и действительно ли эти программы помогут вылечить и восстановить наше здоровье. Обо всем об этом с гостями в нашей студии. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии Крымского федерального университета Олег Матвеев. У нас в гостях Олег Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. И также сегодня принимать участие в беседе будет Владимир Белоглазов. Владимир Алексеевич, я вас приветствую. Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины номер 2 Медакадемии Крымского федерального университета. Профессор. Давайте мы с вами как раз к первому моему тезису обратимся сразу, что отдых в Крыму с программами, которые помогают реабилитироваться после COVID-19, становится лидирующим. Это значит, что есть потребность. Это значит, что очень многие уже переболели и очень многим сейчас нужна реабилитация. Что в данном контексте может предложить Крым? Вот такого эксклюзивного и особенного, имею в виду, в контексте восстановления. Да, с кого начнем, да, Владимир Алексеевич? Я попробую начну, кажется, может быть, преамбулы, что, конечно, пандемия COVID-19, она ударила по всему миру, по здоровью. И вот если брать, скажем, такие цифры, как допандемический период, это, естественно, убыль в России 150 тысяч человек, и сейчас, допустим, брать 75 тысяч умерло от COVID-19, плюс, вот, естественно, убыль, получается, выходим на 200 тысяч человек. А получается, что уже, значит, по прогнозу это уже полмиллиона. То есть это говорит о том, что вот это пока острая фаза, скажем, пандемия, это только видимая часть айсберга. Вот, и поэтому, да, мы знаем сейчас, очень много знаем, и тем не менее, мы опять-таки знаем вот крайне мало пока еще об этом заболевании. Как вот в известной фразе, чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем, оказывается. Вот, поэтому мы видим только, опять-таки, только видимую часть айсберга. И то, что мы знаем сейчас, что новая коронавирусная инфекция, 80% это легкое течение, 20%, там, 15% средней степени тяжести, 5% тяжелой. Но вместе с тем, опять-таки, нуждаемость реабилитации, она не зависит, конечно, от тяжести лечения, но вместе с тем, и даже пациенты, которые перенесли в легкой форме, имеют ряд, как вот сейчас называют, хвост ковида, или хронически уже говорят ковид. То есть, нуждаются в реабилитации, которая, значит, зависит от массы причин. Потому что, действительно, ковид, вирус ковид-19, вызывая такое явление, как поражение эндотелия сосудов, по сути, это, как бы, вариант системного индуцированного воскулита, бьет по всем органам, не только по легким, как это всегда у нас сейчас на слуху. А что еще, да, давайте объясним. Приходят последствия непосредственно от самой инфекции или уже это последствия от лечения? Потому что мы знаем, что инфекцию в сложных и очень сложных формах ее уже потом лечат антибиотиками. Это серьезные антибиотики? Нет, антибиотиками инфекцию, потому что антибиотики на вирус не действуют. Вот, то есть, лечат в настоящее время антибиотиками только те осложненные случаи, которые доказаны роль инфекции как коинфекции, как совместные инфекции вместе с вирусом. Поэтому на вирус, он никак, антибиотик, не действует. Ну, вирус он все равно потом присоединяет к себе, да? Не обязательно, не обязательно. Ну, я имею в виду сейчас те формы, где присоединяют. Сейчас по современной статистике, только в отделениях интенсивной терапии и реанимации на седьмой, восьмой день у участия больных, опять-таки, это 5-7 процентов, они нуждаются вот именно в антибактериальной терапии. Вот, опять-таки, по показаниям. Вот поэтому, к сожалению, еще вот вы затронули такую проблему, что, конечно, не зная вот эту инфекцию во всем мире, это не только проблема Российской Федерации, не только крымской медицины, то есть мы действительно опасались, что вот такой инфекцией является бактерией. Поэтому на изначальном этапе, конечно, масса антибиотиков населения приняла как по назначению врача, так и без назначения врача. И, естественно, что мы можем ожидать роль и рост, кардинальный рост антибактериальной резистентности. А что это значит? То есть, по сути, когда... Человек невосприимчивый становится. Да, невосприимчивый становится к антибиотикам. То есть резистентность, когда, допустим, у человека возникает какая-то бактериальная инфекция, и микробы, имея уже информацию в виде плазмид о тех антибиотиках, которые человек получал, они получают от той флоры, которая у нас все-таки сохраняется. Они не реагируют, они вырабатывают механизмы ухода от этой антибиотики. То есть я правильно вас поняла, переболев ковидом и принимая очень долго какие-то антибиотики, либо вы их сами себе назначили, такое, к сожалению, тоже бывает, либо вас лечили еще по какой-то другой методике, которая предполагала большое количество потребления антибиотиков, вы просто, заболевая ангиной, например, чем-то, что требует вмешательств с антибиотиков, ваш организм просто не реагирует уже. И любое даже незначительное заболевание, оно может обернуться серьезными последствиями. Ну и кроме того... А есть уже такие подтвержденные случаи, вы видите это по практике, что есть люди, которые... Понимаете, скажем так, вот сейчас, пока вирус вытеснил, может быть, вот я просто работаю с такими больными, пока мы видим, что уменьшение вообще в этот период пандемии, вот на нашей практике количество те же вне госпитальных пневмоний, связанных с бактериальной инфекцией. То есть пока вот вирус, он доминирует, доминирующий, так сказать, в этой стае вот инфекционных факторов. Понятно. Поэтому, а что будет дальше, опять-таки, это, конечно, большая проблема. А через сколько этот период можно уступить? Ну, это трудно прогнозировать. Полгода, год, когда... Понимаете, это надо опираться на какие-то факты, пока мы не можем сказать. Даже прогнозы. Мы просто можем прогнозировать, что да, это так есть, и, конечно, мы должны готовиться к этому, изучать эту проблему. Поэтому пока голословно, так сказать, заявлять я не хотел бы, да. Хорошо, еще поговорим о том, да, по каким вообще органам и антибиотики те же бьют больнее всего. Но мне бы хотелось еще слово Олегу Борисовичу предоставить. Олегу Борисовичу, есть что добавить относительно того, как после лечения ковидом потом надо восстанавливаться, и какие у нас органы страдают больше всего? Ну, вот Владимир Алексеевич абсолютно верно сказал о том, что поражается эндотелий. То есть это системное поражение. И, видимо, те осложнения, которые возникают, они результат тех хронических заболеваний, которые у человека были. То есть давать конкретные рекомендации, какой-то стандарт лечения, реабилитации после ковида, мне кажется, нельзя. То есть идет обострение того, чем болел раньше после ковида? Это должен быть индивидуальный подход. Здесь есть рейперные точки тогда, когда само заболевание вызывает определенные поражения органов и систем. То есть на слуху у нас мы говорим о том, что это фиброз легочной ткани. Это поражение сосудов. И, соответственно, в зависимости от того, где было максимальное контакт, там, где был инцидент, вот там будет осложнение. Но если мы говорим о реабилитации... Но тут же еще фиброз легочный. Если мы говорим о реабилитации... Я, может, отвечу на вопрос. Ну, если брать исторический, то не пандемия, а эпидемия предыдущего вируса. Это какой? Птичий гриб? Ну, КОВ-1, нет. Ну, то есть коронавируса, да. Значит, и МЕРС, это вот, значит, который возник на Аравийском полуострове, говорит о том, что у большинства больных в течение, так сказать, определенного времени этот фиброз, иногда его говорят, что это гранулематоз, он рассасывается. Ну, конечно, у части больных этот фиброз может оставаться, и он нарушает качество жизни и приводит к функциональным нарушениям и инвалидизации. Почему спросила? Потому что действительно фиброз очень многим ставит, особенно тем, кто перенес в легкой форме, возможно, не знал, что у них было воспаление, там небольшое, 5-10%, и вот этот фиброз многих пугает, что это навсегда, на всю жизнь, что он останется уже. Ну, не знаю, основной, наверное, основная задача реабилитации повысить качество. Если мы говорим о системном воздействии ковид, о осложнениях, то есть, соответственно, такое же должно быть общее воздействие на организм и на пациентов. Ну, а о каком восстановлении, давайте так, может быть, более конкретно, можно сейчас говорить. Вот люди перенесли ковид, или кто-то лежал в госпитале, принимал антибиотики, гормональные препараты принимал, потому что это тоже один из способов лечения ковида. Как можно... Вот есть ли какие-то такие способы, ну, общие хотя бы, там, витаминные комплексы, что можно сейчас посоветовать нашим слушателям, кто после нашего эфира, давайте себе представим, к врачу не пойдет, а, возможно, на основе нашей беседы как-то сможет себе помочь. Это самая большая ошибка, которую можно, так сказать, порекомендовать нашим больным, потому что, вот, Олег Борисович сказал, что как реабилитация, это воздействие. И воздействие должно быть персонифицировано, то есть индивидуально, потому что нельзя дать общих рекомендаций. Вот те же поливитамины, как вот вы сейчас только... Вот были работы о том, что, допустим, некоторые поливитамины ухудшают течение ряда, ну, допустим, вирусного гепатита, допустим, ранее вот исследования. Поэтому назначать огульно, не зная состояние здоровья больного, не обследуя больного, не выделяя его в какую-то определенную группу с его заболеванием, предыдущими заболеваниями, и те, которые возникли в результате ковида, то есть это, ну, просто, я считаю, что преступно. Поэтому общие рекомендации, конечно, мы можем, чтобы пациенты больше занимались там потихонечку, медленно, наращивали свою, значит, динамическую физическую нагрузку, аэробную нагрузку, контролировать свое здоровье. Значит, ну, обязательно, обязательно наблюдение за врачами является этому краеугольным камнем. И что очень важно, особенно лечебные курорты, то есть пациент, поступая на лечебный курорт, он 24 или сколько дней находится под ежедневным мониторингом врачей. Это самое ценное. Потому что, скажем так, реабилитироваться в условиях, ну, скажем, пансионата нельзя. То есть это необходимо, очень особенно для больных ковидом, реабилитироваться под ежедневным контролем медицинского, именно, врачебного персонала. Потому что... Еще такой момент. Например, дыхательные какие-то гимнастики, дыхательные упражнения, Олег Борисович, это можно порекомендовать тем, у кого было воспаление легких? Нужно вот сказать о самом понятии реабилитации. Когда мы говорим о реабилитации, что мы подразумеваем? Восстановление. Восстановление, оздоровление. Но она многогранна. То есть она может быть физическая. То есть то, что сейчас вы говорите о дыхательной гимнастике, физические упражнения. Она может быть фармакологическая, инструментальная, медикаментозная, социальная, психологическая. То есть это такое сочетанное, мультидисциплинарное понятие. Вот когда Владимир Ильич сказал о том, что на курортах действительно нужен контроль, и только этот уровень способен... Это вот тот этап, третий этап. Потому что на сегодняшний момент существует алгоритм поэтапной реабилитации. То есть реабилитация на первом этапе, когда это реанимация или отделение интенсивной терапии. Второй этап, это когда амбулаторная. И третий этап, санаторно-курортная. И здесь, конечно, Крым, вот с его потенциалом, с его рекреационным потенциалом, это, конечно, вот очень большой. А что может такого Крыма эксклюзивного предложить? Ну, образно, морской воздух, фитонциты, что у нас еще есть из грязи нашей крымской лечебной? Вот смотрите, когда мы говорим, пример, вот климатотерапия, да, морской воздух, о чем мы говорим? Где здесь может быть польза для тех, кто приехал? А ключ, вот на мой взгляд, заключается вот в чем. Смена климата, в зависимости от того, какой это регион будет отдыхать, если это южный берег, это финтоциты, это горный воздух, если мы говорим степной Крым, это бризы, вечерний, утренний. То есть вот эта адаптация, которая происходит, она позволяет включать защитные силы, которые заставляют приспосабливаться. И включать вот тот механизм, который будет убирать фиброз. Я сказала о западном, сразу, когда мы только начали общаться, сказала, что западный берег популярен, Евпатория, Осаки, это лечебные наши грязи, они как-то могут помогать восстанавливаться? Ну, здесь... Ну, просто там очень много именно лечебных учреждений, которые традиционно занимаются реабилитацией, медицинской реабилитацией, что очень важно. Потому что еще раз повторяю... Ну, мы в основном связываем вот эту реабилитацию с сапорно-двигательным аппаратом. Должен находиться под наблюдением врача с контрольными, так сказать, точками в плане здоровья до и после. Поэтому... И здесь вот, опять-таки, сейчас я знаю, что по инициативе Министерства здравоохранения Крыма даны задания и тому же Институту Сеченова разработать эти программы оздоровления на основе того колоссального опыта, который есть в наших здравницах по этому вопросу. И поэтому здесь, опять-таки, каждый из санаторий здесь специализируется на тех или иных больных и специализировался. Поэтому, имея опыт и прилагая те же, допустим, схемы с определенными модификациями, с изменениями нашим больным... Ну, естественно, конечно, разработать все можно. Тут соглашусь с вами. Но хотелось бы немножечко вот конкретики, возможно, добавить. Мы с вами об антибиотиках поговорили. Давайте еще о гормональных препаратах. Как они могут повлиять на организм и на какие органы, прежде всего, по каким органам они бьют, когда лечат одно, а в итоге, знаете, мы же знаем, да, одно лечишь, другое калечишь. Что они могут сделать? Ну, почему, во-первых, так сказать, антибиотики стали применяться? Потому что это системный воскулит. И всегда в лечении системного воскулита гормоны, они притормаживают вот эту гиперактивность иммунной системы. То есть это, ну, по сути, особенно что касается врожденного иммунитета, мы видим гиперактивацию. То есть они снижают чуть-чуть наш иммунитет? Да, то есть они снижают неправильную реакцию. То есть если автомобиль движется лоб в лоб, то надо его затормозить прежде всего. То есть вот антибиотики, это и есть те тормоза? То есть они, те тормоза, они не дают человеку вот в острый период умереть при тяжелом течении. То есть задача вообще... Циотокиновый шторм, да? Да, ну, циотокиновый шторм, синдром активации макрофагов. То есть они, но вместе с тем побочные эффекты системных стероидов, как-то. Если у человека был диабет, это дестабилизация диабета. Если не было диабета, это стероид индуцированный диабет. И ряд других побочных эффектов, связанных, конечно, с приемом стероида. А на что они влияют потом? На почки в основном? Нет, нет, ну, они, ну, как влияют? То есть это гормоны влияют на все органы системы. Система Фрейберга на все шесть. Да, они влияют на все органы, но вместе с тем, скажем, для ковиди, когда мы тушим пожар. Конечно, да. Мы сначала кидаем силу, у нас на вновь. Конечно, мы тушим пожар. Но дальше мы должны, вот в этой квартире, где случился пожар или в доме, начинать его восстанавливать. Это вот задача. Поэтому здесь две задачи. В период сационарного лечения это не дать человеку умереть, когда в период реабилитации это его восстановить. И восстановить целесообразно, а не как вот мне понравилось, значит, такое сравнение, как раньше ламповые телевизоры, значит, были. И вот когда он плохо показывал, когда ударяли по крышке, значит, он с одной стороны мог лучше начинать звук, с другой стороны он хуже. Поэтому мы не должны так допустить. То есть мы должны именно персонифицированно, грамотно, под наблюдением врачей, проводить вот эту реабилитацию персоналя для конкретного пациента. Потому что... Смотрите, мы с вами сейчас пришли к выводу, что человек, перенесший ковид, он все равно остается больным еще человеком какое-то время. То есть выписавшись из ковидного госпиталя, ты все равно не считаешься полностью здоровым человеком. Вот этот период... Сколько может длиться вообще этот период восстановления? Более того, я вам скажу, что не только те пациенты, которые дома перенесли ковид, как бы в легкой форме, они тоже нуждаются в реабилитации. Потому что ковид, понимаете, он во всем отличается, допустим, от гриппа, от других вирусов тем, что там переболел, ну там недельку, еще как-то какое-то самочувствие, и дальше уже, в принципе, возвращаешься. К сожалению, при вот новой коронавирусной инфекции это не так. И поэтому пациенты нуждаются, даже при легкой форме нуждаются, потому что остаются, допустим, остаются синдромом хронической усталости. Да, многие чувствуют себя слабыми еще, не особо дееспособными. И ряд других, так сказать, параметров, я не буду просто, времени у нас нет, говорить о том, как много различных масок вот постковидного синдрома встречается. А говоря уже о пациентах после стационара, это, конечно, более серьезный, более выраженный, который еще больше нуждается в более целенаправленной, длительной этой реабилитации. Поэтому здесь... Ну, сроки. Мне вот интересно знать. Человек переболел ковидом, например, в октябре или вот сейчас, в январе. До какого еще месяца ему надо внимательно следить за своим здоровьем? До июня. А с чем он выписался? С какими симптомами? Что его беспокоило? Хорошо, давайте так. В легкой форме переболел. Вот даже не обращался... Я вас спрошу, а у него были когнитивные нарушения? Имеется в виду нарушения памяти? То, что связано с центральной нервной системой. Обоняние пропадало у многих? Нет, нет. Дело в том, что это очень серьезно. Вот когда пациенты, в зависимости от тяжести течения, у них же возникают слицидальные мысли даже. Бывает и такое, да. То есть нарушение психического. И достаточек кислорода. И мы говорим о том, что вот как, с какой симптоматикой он выписался, какой статус его на момент начала реабилитации. И нельзя вот четко сказать, допустим, полгода или три месяца. Можно еще вопрос? Я еще допомню. Вот раньше, да и сейчас, наверное, в принципе, это надо, если экстраполировать моменты, как сосудистые катастрофы, которые у человека встречаются, воскулит, это действительно сосудистая катастрофа, то вообще, в идеале, всегда было, когда человек, допустим, переносил инфаркт, миокарты, инсульт, был стационарный этап, санаторно-курортный этап, и потом оболатурный этап лечения. В зависимости, вот как раз на этих этапах происходило более-менее полное восстановление здоровья человека. Он возвращался, понятно, иногда не все. Здесь Крым. Крым здесь. Вот здесь Крым. Нет, ну, безусловно. И мы всегда знаем тоже Леваде, санаторий, где восстанавливались такие больные. Вот именно сосудистые патологии. Поэтому, я думаю, что и вот данную ситуацию, особенно вот для пациентов пожилого возраста, потому что, еще раз, что такое пациента пожилого возраста, вирус бьет по эндотелию. Это риск, колоссальный риск повышения количества инсультов, инфарктов, потому что, знаете, дестабилизация тросклеротических бляшек, которые у нас, безусловно, есть у большинства, там, после 50, после 60 лет, это действительно проблема. и мы действительно вправе ожидать колоссальный рост сосудистой патологии. И поэтому, вот, медицинское наблюдение, реабилитация, это немножко, вот, способствует, будет таким буфером, который уменьшит, вот, эти негативные последствия, в целом, для общества, этой инфекции. Хотя, конечно, мы, сейчас не можно прогнозировать, что в будущем, какое влияние этой инфекции будет в будущем на здоровье человека. Вы сказали о западном побережье. Да, да, да. Как оно может себя появиться? Ну, мы знаем, что обычно грязь, да, это там опорно-двигательный аппарат. Ну, грязь, это грязь. Но я хотел бы сказать о питьевом курорте. То есть, очень большое, большое, большое значение играет питьевой курорт западного побережья. Это Саки Евпатория. Вот эти води, да, конечно, они тоже сыграют свою роль. Потому что задача, вот если мы возьмем вот утрированное, человек находится в определенном состоянии гомеостаза. То есть, это константы давления, пульса, микро-макроэлементов. И когда происходит заболевание, происходит сдвиг. И наша задача вернуть его в это состояние. Для того, чтобы это сделать, необходимо внешнее воздействие. Что ж, спасибо вам большое за советы, которые сегодня даны в эфире. Но основной совет не заниматься самолечением даже в вопросе реабилитации. Казалось бы, что может быть проще самому назначить себе какие-то витамины и пропить витаминный комплекс. Оказывается, и это тоже надо делать под внимательным наблюдением медиков. Я благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в студию. Напомню, в гостях был кандидат медицинских наук, доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Олег Матвеев и заведующий кафедрой внутренней медицины номер 2 Медакадемии КФУ профессор Владимир Белоглазов. Благодарю еще раз вас. До свидания. До свидания. Радиоканал «Спутник в Крыму». Свидетельство о регистрации серии «Л» номер ФС 7772610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 4 апреля 2018 года. Для слушателей... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова